Научно-технический совет состоит из ученых, которые разрабатывают программу развития парка. Мы работали над этой программой в течение полугода. На основании этой программы, которая была утверждена министерством, была составлена подобная бумага. Без плана развития парка составлять подобные бумаги – это преступление. Это выконавец замовных, замовных русев, выконавец Одесский научно-технический институт. Им заплачены деньги. За что? Это первое. Второе. Я только сегодня узнал, что, оказывается, мы уволены. Приказа от министерства о увольнении и распуске предыдущей Рады нет. Претензий к предыдущему плану развития, основу которого было положено лучшие достижения мировые подобных парков природных, никаких замечаний нет, плана развития нового нет. А территория перекроена. Перекроены. Деньги потрачены. На каком основании? Это явно. Если что-то делается не по закону, ищи, кому это выгодно. Пан Курыкин, вы, наверное, о нем слышали, не зря назначил такого исполняющего обязанности. Видно два сапога пара. И эта пара себе взяла в помощники еще, как говорил пан Игорь, заместителя, которая за невыполнение, за нарушение своих обязанностей была уволена с предыдущего места работы. Это первое. Второе. Научно-технический совет, это работает на общественных началах. Фактически волонтерское движение, природоохранное. Отказываться от помощи общественности, от помощи ученых. Самовольно, считая, что он один умный, так зачем тогда демократия в нашей стране вообще? Если он один, знает, как нужно раскрыть это помещение, зачем общественность, зачем сельсоветы, зачем райрада? Он сам все знает, как лучше делает.